Тысячи мальков осетра готовят к выпуску в море. Десять лет назад в Бердянском районе предприниматели инвестировали в строительство завода для искусственного воспроизводства рыбы, в том числе и осетра. Мощность завода – миллион штук осетра русского и 10 миллионов судака азовского на выпуск. Сейчас мы привезли первую партию 20 тысяч штук, выпустим 150 тысяч в этом году. Это уже рыба стойкая, которая уже не грозит ни хищник никакой. Надеемся, что это будет стопроцентный возврат. Возраст малька осетра – три месяца. Вес от 5 до 25 граммов. В мелководной реке имеется необходимая кормовая база. Как только рыба адаптируется к естественной среде обитания, она уйдет в море. Этот процесс может занять от 2-3 дней до 1 месяца. Все это время за морками будут следить работники рыбоохраны. Осетра занесен в Красную книгу Украины. Его вылов запрещен. За каждый такой случай будет составляться административный протокол по статье 85.4. Это грубое нарушение правил рыболовства. Эта статья предусматривает штраф и взыскание ущерба. Но по сумме ущерб за каждую маленькую даже осетринку составляет почти 30 тысяч гривен. Тут будет решаться вопрос об уголовном деле. Бердянский завод последние 5 лет не занимался разведением и выпуском малька осетра в море. Государство, несмотря на существующие программы восполнения рыбных запасов Азовского моря, финансирование не выделяло. Бердянские предприниматели сделали все за свой счет, но под постоянным контролем ученых. У нас существует в институте РМ лаборатория осетроводства. Поэтому мы мониторим и состояние запасов в море осетровых, сколько их еще осталось, в каком состоянии где. И естественно делаем полный генетический контроль на уровне ДНК, чтобы не было никаких смешиваний. Поэтому здесь сейчас, сегодня будет выпущено чистая азовская русская осетр. До конца августа в море будет выпущено еще более 100 тысяч мальков. Азовский осетр набирает вес медленно, примерно 1 килограмм в год. Период взросления от 7 до 15 лет. Сколько рыбы доживет до этого времени, зависит от человека. Вернее, от разумного использования природных ресурсов. Дмитрий Злачевский, Игорь Стрельцов, Бердянский район, ТВ5. Продолжение следует...